Взгляд Россия пригрозила провести конференцию ООН вне США из-за проблем с визами Л. Россия пригрозила провести конференцию ООН вне США из-за проблем с визами 11 мая 2019, час 56 фото Леонид Фейерберг slash Global Look Press Текст, Антон Никитон Директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что если до конца года российской делегации не выдадут американские визы на конференцию подняла 2020, то секретариату ООН придется провести мероприятие в столице другого государства. Выступая на заседании Комитета по подготовке обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия ДНЯО 2020 года, Ермаков подчеркнул, что в результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме, передает ТАСС. Он предупредил, что в случае продолжения подобных действий саму конференцию придется перенести из США в другую страну. В случае если до конца нынешнего года членам российской делегации на конференции подняла 2020 и американские визы не будут выданы, секретариату ООН придется ввести дело к организации проведения конференции подняла 2020 в Женеве, Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН, отметил дипломат. Обращаемся к секретариату ООН и напрямую к генеральному секретарю ООН с просьбой уже сейчас взять этот вопрос под свой личный самый пристальный контроль с тем, чтобы предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств-членов ООН, подчеркнул Ермаков. Напомним, в конце апреля Россия обвинила США в нарушении обязательств места размещения штаб-квартиры ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проблемы с визами визитной карточкой американской дипломатии. Смотрите еще больше видео на YouTube канале «Взгляд.Текст» Антон Никитин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!